Ваше посвящение Давайте мы склоним наши головы Отец, с места мы здесь для того, чтобы нам изменяться, для Твоей славы Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Бог, Который направляешь нас, ведешь нас, хранишь нас Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Бог, Который говоришь к нам Я молюсь, Господь, чтобы Ты проникал до разделения души и духа И входил в самые темные места нашей жизни, Господь, чтобы осветить Собой Очисти в нас и приготовить для себя Боже, мы Твои Пусть это служение сегодня, оно станет служением Твоего освящения Твоей праведности, Твоей святости для каждого из нас Чтобы нам ходить перед Тобой, служить Тебе И исполнять Твою волю на этой земле Тебе слава Аминь Знаете, интересное время для поста в начале года И каждый из нас, наверное, проходит через это время Я его проходил достаточно интересно в этом году, наверное, как никогда Мы решили с братьями выехать, поститься, молиться, как-то быть там на воде И не кушать ничего, и как-то искать лица Божьего И вот, наверное, на день, может быть, 10, может быть, 11 Я получаю сообщение от Ларисы И она пишет Слушай, сделала тест, и он положительный Я сижу, думаю Думаю, интересно, два года Как там Бог хранил нас Вот уже почти два года этой пандемии И все кругом Я же везу везде, общаюсь с многими И вот куда ни приеду, люди болеют Я как-то не болел И Бог хранил А тут думаю, что-то Лариса заболела Я ей там пишу, там, давай, иди в больницу, там, еще что-то Лег, я лежу и думаю Вот она переболеет Я потом приеду, где-нибудь что-нибудь принесу Ну, уже переболели бы, думаю, вместе бы И вот как-то прошли бы через это Что вы думаете, на следующий день У меня температура 37,3 Кости ломит Мне становится плохо Меня колбасит все Я понимаю, что все, пост мой заканчивается Уже надо паковать вещи Надо ехать домой Жизнь спасать Уже все На следующий день поехал Сделал тест Он положительный Я молюсь и думаю Господь, а что вообще происходит? Вот мы входим В духовное сражение Мы входим В какие-то ожидания от Бога Мы же не делаем это Ну, чтобы, знаете, просто Хорошо выглядеть Потом мы не будем кушать Или мы откажемся от хлеба У нас же другие мотивы У нас другие цели Вы знаете, я утром встал Я говорю Собрал братья Я говорю Братья, что хотите Можете паковать вещи И ехать домой Я остаюсь Я продолжаю поститься Я продолжаю искать лица Божьего Для себя принимаю решение Я не умру Я буду жить Я буду возвещать дела Господни Я заметил, насколько Этот вирус Он, представляете Опасен Только стоит тебе Позволить ему Только высвободить это Внутри себя И он тут Где он берется Откуда он приходит Но очень важно В это время нам Не бояться Потому что все Что дьявол пытается Украсть Убить И погубить Украсть мир в сердце Испугать нас Заставить нас Бояться Я смотрю на брата Он лежит Не буду назвать его имя Я говорю Что такое Он уже все Он уже умирает Температура Какая 37 Я говорю Слушай, брат У нас там доски лежат Сухие Возьми под кровать Их положи Пригодятся Но я тебе хочу сказать Сейчас зима Я долбить землю не буду Снегом присыпем До весны Он смотрит на меня Думает Пастор с ума сошел Нет, пастор не с ума сошел Зачем ты позволяешь Так проходить При температуре 37 Уже быть готовым В гроб лечь Зачем тебе это надо Противостань этому Борись с этим Высвобождай Божье слово Стань на обетование Божье Почему я говорю об этом Потому что Бог Начал мне показывать Те мотивы И то сердце Когда мы 30 лет Больше чем 30 лет назад Мы приехали на миссию В последнее время Я очень много слышу Знаете Таких Суждений А надо ли участвовать В деле Божьем А если это дело Божье То обязательно Это должно быть в церкви А может быть Мы такие яркие Индивидуальные личности И мы сами знаем Как помочь Богу Куда распоряжаться Тем, что нам Бог дает И я вам скажу Что За все время поста Я делал себе много Каких-то пометок Там знаете Что-то о себе думал Там Приехал домой Планшет забыл Там где был Все забыл И вот вчера Я готовлюсь к проповеди И думаю Господь Вот Если бы это пришло Вот время уже заканчивать Да Своё служение Вот пришло время Бог хочет забрать тебя Бог может забрать нас В любое время В любом возрасте Вообще Это не важно В каком возрасте Мы предстанем Пред святым праведным Очень важно Предстать пред Ним Исполнив Его волю Быть достойным Господа Аминь Чтобы проводить вечность В этом смысл нашего бытия Вот для этого ты родился Ты родился не для того Чтобы просто Ну красиво пожить В этом мире Или может быть Пострадать в этом мире Много Пообижаться в этом мире Много Или наоборот Порадоваться в этом мире Много Ты вообще был рожден Для того Чтобы приготовить себя Для вечности И вот Какой мотив Твоей жизни Пред Богом Чего ты ожидаешь От Него Я хотел бы Чтобы сегодня Знаете Это не какая-то там Глубокая доктринальная Проповедь А вот То что есть в сердце Поделиться Вот если бы Мне пришлось бы Скажем так Быть последним воскресеньем В церкви И что бы я хотел бы Оставить Для церкви Так как я однажды В 15 лет Посадил своих парней И я говорил им К жизни Говорил то Что я хотел бы им Сказать Что если завтра Меня не будет Если что-то Произойдет в жизни Такое Что вот Я давал им Какие-то вещи Которые они вспоминают Им уже по 30 лет Они вспоминают Что отец Однажды посадил нас И говорил То есть я говорил К их сердцу Я говорил К их жизни Я говорил К ним Давая им направление В том Чтобы они Жили и делали То что они должны делать Заботятся друг о друге Заботятся о матери Заботятся о братьях Заботятся о тех Кто рядом И многие вещи Которые я пытался Поделиться с ними Чтобы Знаете Как-то помочь им Что я хотел бы Чтобы мы Как церковь Да унаследовали От тех Кто Жизнь свою положили Представляете В 18 лет Лариса В 18 лет С двумя маленькими детьми Она едет на миссию Как вы думаете С каким мотивом Что двигает Эту 18-летнюю девушку С двумя маленькими детьми И у одного из них Он специфический ребенок Он требующий Особого внимания Знаете Как нас друзья провожали Они плакали Когда они нас провожали Мне мои друзья Говорили Куда ты едешь Что ты делаешь Они искренне Хотели мне Блага и добра Они говорили Послушай Здесь солнце Здесь фрукты Здесь возможности Куда ты едешь Здесь квартира у тебя Куда ты едешь Ты едешь в никуда А я сидел Я не мог им ничего объяснить Я не мог им Красиво объяснить Почему я хочу ехать в Пермь Я не мог им Красиво объяснить Я им говорил Братья Бог влечет меня Бог ведет меня туда Мне был 21 год Когда я приехал В город Пермь Мне полных 22 Уже здесь Исполнилось мне 22 года В 21 год Ты сидишь И ты объясняешь Тем кто любит тебя Тем кто ценит тебя Тем кто Которые только добра тебе желают Они со слезами говорили Ты вообще подумай У тебя дети в больнице У тебя дети в больнице Куда ты их везешь Как ты их туда привезешь Что с ними будет Но ты знаешь Ты в это время Во время вот этого шторма Жизни Ты делаешь шаг Выхода с лодки Чтобы начать идти по воде Ты не знаешь Ты не знаешь Пойдешь ты по этой воде Или ты утонешь в этой воде Но влечение Духа Божьего Было настолько сильней Намного сильней Всякой логики Намного сильней Всякого понимания Знаете почему? Потому что Богу Не было все равно До каждого из вас Потому что Богу Не было все равно До каждого из вас И Богу нужен был человек Который скажет Вот я Пошли меня Вот я Используй меня Вот я Возьми меня в свой удел И веди меня И Бог презрел Не на самого умного Бог презрел Не на самого способного Бог презрел Не на самого одаренного А Бог презрел На того Который был просто Послушен Ему Я хотел бы Чтобы мы были Церковью Которая будем Послушна Ему Чтобы мы пошли туда Куда Он нас поведет Чтобы мы начали делать То что Он от нас хочет Много суждений Слышу Вы знаете Десятина Это Ветхий Завет Это вообще Не надо ничего Давать Не надо никуда жертвовать Давайте мы будем жить для себя Давайте мы будем распоряжаться тем Что у нас есть Бог нам Потому что вот это все Иисус был Это было при Иисусе А когда Иисуса не было Этого не было Зачем вы позволяете Этой лжи Приходить в вашу жизнь Кто вам сказал об этом В ранней церкви Знаете какое было даяние Никакой десятины не было Была стопроцентщина Продал землю И принес к ногам апостолов Какую сумму Всю сумму А на Несофира сидят И говорят Слушай Так как-то стало престижно Не десять процентов давать Церковь А сто процентов Ну знаешь Надо как-то и для себя пожить И они несут Они несут Но не всю сумму Скажите Если бы Кто-то из нас Продал квартиру Не в нашей ли власти Распорядиться Ну деньгами Которая нам Скажем Квартира попала По наследству От бабушки И вот вы решили Я пожертвую что-то И вот вы приносите И делаете даяние Апостолам Говорит А вы Сколько здесь В этой сумме А вы говорите Цена Квартира Апостолам Говорит Слушай А ты зачем Обманываешь И падаешь Ты мертвый В доме Божьем Вот я уверен Что мы Ананию Сафиру Встретим на небесах Вот я уверен В этом Знаете почему Вот они умерли В доме Божьем Слава Боже Умерли в доме Божьем Но Бог что-то Показал ранней церкви Что Бог Испытал их сердце Написано У них был страх Божий Представьте Вот Муж умер Через три часа Пришла жена Она умерла И вся церковь Поняла Что надо делать А что после этого Произошло А после этого Пришло пробуждение Люди со всех окрестностей Ехали Везли Больных Голодных Изнемогших Ложили В той местности Где будут проходить Апостолы И мечтали Чтобы тень Петра Хотя бы Коснулась этих людей И вы читаете там Внимательно И написано И Бог Исцелял Всех Сто процентное Исцеление Знаете когда Когда есть Сто процентное Посвящение Не меряй свою веру По финансам Не меряй свою веру По отношению К людям Не меряй свою веру По отношению Других людей К себе А меряй свою веру На абсолютном Доверии Богу Я помню Когда Я уезжал В Перми Я заработал Знаете как У каждого есть Наверное На черный день Да Какие-то свои деньги Скажем так У меня была Своя нычка Я был студентом Я уехал В библейскую школу И у меня там Не было денег Я вам рассказывал Эту историю Как студенты Собирали мне деньги Чтобы я приехал домой И это все было А когда я приехал домой У меня была нычка У меня было 800 рублей Которые я заработал И они у меня Всегда лежали Я ехал на миссию С 800 рублями И я помню Когда разваливался Советский Союз Когда В августе месяце Я сижу Считаю деньги Где купить билет Уже ехать домой Или где Сколько ночей Еще останется В гостинице Мне нужно Принимать решение Так вот В это время У нас не было Никаких даяний От церкви Для служителей Представляете Мы в июне Начали церковь Июнь Июль Август Сентябрь Мы жили на свои деньги И мы служили И трудились Чтобы утверждать Царство Божие В голову не приходило Взять деньги В церкви Чтобы использовать Для себя В голову не приходило Да благослит Господь Струлюцию Которого в этом году Ушла вечность Миронова Она приехала к нам И говорит А как вы живете Ну живем А так вот Как есть Говорит Подождите Как Я говорю Ну мы вот аппарату Мы собираем пожертвования Аппаратуру привозим На такси Потому что у нас Нету места Где держать Вот колонки привезли Колонки увезли А еще как Больше никак И она мне говорит Тогда А мне люди говорят Что вы пожертвования Собираете И все тратите На себя А я говорю Мы копейки Оттуда не взяли И она так была возмущена Она собрала церковь И она говорила К сердцу церкви Чтобы церковь Начала помогать Тем Которые приехали Строить церковь И тогда наши пожертвования Начинали расти Почему я вам говорю Об этом Я отметил для себя Некоторые вещи Которые я хотел бы Чтобы мы были Как Ранняя первая церковь У нее была ценность Не вопрос Сколько ты даешь Вопрос С каким сердцем Ты прихожешь При лицо Господне Я хочу подчеркнуть Если ты никогда Ни одного рубля Не давал Церковь Да благослови тебя Господь Мы не перестанем Служить тебе Не оставляй церковь Не оставляй церковь Это дело лично Отношение человека С Богом Но есть вещи Которые мы Как церковь Хотим делать И мы будем Это делать Мы будем Открывать церкви Аминь церковь Мы будем Поддерживать Миссионеров Аминь Мы будем Помогать Нуждающимся Во время Локдауна В прошлом году Здоровые мужчины Приходили ко мне И плакали Знаете почему Они остались Без денег И они остались Без работы И они были Потеряны Растеряны Я им сказал Братья У нас нету Много денег Но мы будем Кормить вас Обедом И мы будем Давать вам 500 рублей в день Чтобы вы Просто что-то Купили домой Своей семье И отнесли Они приходили В дом Божий Чтобы что-то Прикрутить Что-то сделать Чтобы их покормили Чтобы не быть В тягость в семье И чтобы Они что-то Принесли домой И мы каждый раз Давали продуктовый набор И мы это делали От 25 до 40 Продуктовых наборов В день На наши с вами деньги Я верю Что в доме Божьем Должна быть Пища Аминь Если вы сегодня Пойдете на склады Нашей церкви Вы будете весьма Удивлены Потому что у нас Будет 100% Несколько тысяч Банок тушенки Для тех Что если не дай Бог Кому-то нужна будет помощь Мы всегда сможем Покормить У нас Несколько тонн Будет Макаронных изделий У нас будет Несколько тонн Гречки Которая Просто Физически Лежит долго Не полгода Как может быть Мука У нас будет Обязательно Тонна или полторы Тонны муки В запасе У нас обязательно Будет рис Несколько тонн Знаете почему? Не потому что Мы такие Знаете Глупые И мы такие Жадные А потому что Мы верим Что в Доме Божьем Должна быть Духовная пища И должна быть Физическая пища Потому что Мы не знаем Что нас ждет Мы не знаем Что нас ждет Но когда приходит Время локдауна Мы открываем это Для того чтобы Служить Потому что Мы сеем утром И мы сеем вечером Потому что Мы не знаем Что ждет нас Но мы знаем точно Бог наш Не оставит нас Какие бы времена Не пришли Сейчас очень Неспокойное время Сейчас люди В ожидании войны Библия говорит Вообще не Не обманывайтесь Не переживайте По этому поводу Будете слышать О войнах Будете слышать О военных слухах Это всегда было Это предвестники Пришествия Иисуса Христа Люди жить будут В тревоге Люди не будут Знать что делать Но церковь должна Не переставать Быть церковью Местом прибежища Для каждого человека Угнетенного Уничиженного Отвергнутого Выброшенного Жизнью Мы должны Послужить Каждому Во имя Иисуса Христа Аминь Поэтому когда вы Слышите сегодня Что Вот это становится Маловажным То я хочу вам сказать Что Я хотел бы Чтобы мы были Церковью Исполненной силы Божьей Духа Божьего И церковью Способную Помогать другим Не церковь Громких имен Не церковь Известных Пасторов На весь мир А церковью Известной На весь мир Добрыми делами Чтобы в этом городе Я помню Когда мы брали Это здание Я пришел К одной из К одной из важных Женщин Она Была Главным Бухгалтером И вот Против нас Много чего Говорят Там уже В средствах Массовой информации Пишут А она так Тихонько На меня смотрит Я знаю Вашу церковь Я знаю Сколько вы Помогаете людям Я на нее смотрю Она такая важная Она такая Знаете Какая-то Ну Высокомерная Такая И она мне так Тихонько Я знаю Я посмотрел на нее Думаю Наверное Или сын Прошел через реабилитацию Или наверное Кто-то с родственников Прошел Она не стала Мне говорить Что Но она мне Тихонько шепнула Я знаю Я помню Когда я встретился С коровником Кто помнит Пермское проектное Строительное объединение По ПСО Такое было у нас Все дома строило В городе Коровников был Генеральный директор Я пришел к нему 22 года И он говорит А зачем ты сюда приехал Неверующий человек Я говорю Я не видел Я не видел столько Пьяных женщин Нигде Я родился На Украине Учился В Прибалтике Я говорю Я не видел А здесь Я говорю Утром в автобус Зайти Перегар стоит В троллейбусе 91 год Даже это был уже 92 Он на меня посмотрел И говорит мне Но я не знаю Чем тебе помочь Человек Который был коммунист Человек Который Бога не знает Когда узнал Мои мотивы И цели приезда Хотел помочь А не знал как А я то знал Как мне нужно помочь Я ему говорю Помоги Общежитие А он говорит Нету Общежитие Нету Общежитие Но есть дом Который мы строим И Квартира Я могу помочь Я говорю Квартиры Я сразу начал Мозги включать Думаю Проси побольше Я говорю Если можно Я говорю Двухкомнатную Наглости набрался Знаете Он мудрый дядька У тебя сколько детей Говорю Двое У тебя еще дети будут Говорю Будут Зачем тебе Двухкомнатную Ты бери Четырехкомнатную Коммунист Бога не знавший Подписывал бумажку Отправлял меня В пятнадцатый Кабинет И когда Давид У нас уже родился Он родился В сентябре А мы где-то В феврале Двухкомнатной 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 Мы въезжали В четырехкомнатную Квартиру Которую коммунист Дал Знаете почему Бог Открыл Его сердце Я хочу сказать Знаете Почему я вам Рассказываю Эту историю Дело Божье Оно никогда Не закончится Даже если ты Закроешь свое сердце Чтобы не участвовать В нем Но Бог Не перестанет Делать свое дело И открывать Прокладывать путем Там где их нет Но для нас Для меня лично Привилегия Быть в его деле Я хочу быть Соработником На Божьей Ниве Я хочу принимать Участие В Божьем благословении Я подарил этому человеку Потом Библию Через несколько лет Я встретился с ним Просто случайно В лифте Я ему сказал Знаете Вы меня помните Он посмотрел на меня Говорит Знаешь Говорит Многие Меня забыли А я Говорит Помню Я говорю Вы знаете Я вас не забыл Я каждый день Молюсь за вас Он был уже В преклонном возрасте И это была такая Случайная встреча Снова в жизни Он сказал Спасибо Что молишься Я ему принес Самый важный Наверное Подарок В его жизни Это Библию Которую я ему Это все что у меня было Я ему просто подарил Я ему сказал Что Вот все что у меня есть Ценно и дорогое Для меня Я хочу поделиться С этим с вами Потому что вы Послужили моей семье Я благословлял Этого человека Давая возможность Ему проводить Вечность с Богом На небесах Я не удивлюсь Что если Мы придем на небо Я встречу там Этого человека Я не удивлюсь Потому что есть Бог И Дух Святой Который работает Сердцем человека Почему Он Он был расположен На небесах Чтобы участвовать В деле Божьем Почему Он Хотел помочь Чтобы дело Божье Не остановилось здесь Чтобы пределы Царства Божьего Расширялись И во все времена Будут люди Которые будут Принимать участие Но от нас с вами От наших ценностей Зависит Ценность Отношений Как в семье Знаете Когда Мы хотим Чтобы наши дети Порой мои дети Они меня удивляют Знаете Они начинали Только работать И Какая-нибудь команда Куда-то ехала Я узнаю Вот Там Едут два человека Там Или там Едет человек Которому там А я говорю А как он едет Ну ему там Оплатили Надо же Думаю Кто-то поучаствовал Кто-то областел Слава Богу Начинаю выяснять Кто Оказывается Там кто-то из сыновей Сам не поехал На миссию А платил кому-то Поездку Я сижу и думаю Так это же у него Это же там Два или три месяца Он работал То он копил эти деньги Он взял и отдал туда Мне нравится Это состояние Я хотел бы Чтобы мои внуки Это делали Я хотел бы Чтобы мои правнуки Это делали Пока Господь не придет Чтобы их сердце Было открыто Поддерживать Дело Божье Потому что В этом есть Великое благословение Мы не понимаем Духовный мир Нам кажется Что нужна логика Нам кажется Что если Чем больше мы Сбережем Тем больше у нас будет А Библия говорит Чем больше ты сбережешь Тем можешь Стать беднее Потому что Библия говорит Когда сверхмеры Бережлив То однако же Беднеешь Здесь нету логики А есть какие-то Духовные Важные принципы Поэтому я хочу вам сказать Какие бы голоса В вашей жизни Не звучали бы Что бы вы на просторах На просторах интернета Как я недавно Знаете Встретил одного пастора И он 5 лет назад Сказал проповедь О том Что действительно Не нужна Она такая популярная Там 200 Больше тысяч просмотров И я начал выяснять А кто этот пастор Оказывается Это наш пастор С российской церкви Я начал выяснять Как Что с ним А мне говорят Так он же дает Там много больше Он такой же Ты не представляешь Какой он жертвенный человек Я говорю Так он-то вышел На вот этот уровень Когда он дает много А людям объясняет Чтобы они сидели Проголодь Даже не давая им Какие-то ориентиры Потому что Вот эти знаете Наши десятины Или наши приношения Это вообще Богу маловажно На самом деле Абсолютно Богу важно Твое состояние сердца Как вот эта вдова Да Она пришла к Богу И она дает Лепту А Иисус говорит Она дала больше всех Да как больше всех Господь Ты посмотри Дают много Дают от избытка Дают В Библии почитаем Там комнаты Дома строили Для пророков Да пусть Муж Давай построим дом Пусть Человек Божий придет Отдыхает в нем То были же Великие даяти Нет Самый великий даяти Вот это Которая дала Дневное пропитание Почему Последнее дала И что ты Господи Это ценишь Да Так она же Голодная будет Я уверен Что эта вдова Она Не нуждалась Бог потом Позаботился О ней Потому что Когда Иисус Внимание Обращает на твое даяние Поверь мне У него есть ответ На твое даяние Аминь А Иуда Наоборот Давайте мы Прочитаем одну историю Которая меня Вчера очень удивила Двенадцатая глава От Иоанна За шесть дней до Пасхи Пришел Иисус Вифанию Где был Лазарь Умерший Которого он Воскричал из мертвых Там приготовил ему Вечерю И Марфа служила И Лазарь был Одним из возлежащих С ним Мария же Взял фунт Нардового чистого Дорационного мира Помазала ноги Иисуса И оттерла Волосами своими Ноги его И дом Наполнился Благоуханием Мира Тогда один из учеников Его Иуда Симон Искариот Который хотел Предать его Сказал Для чего Ты Для чего Для чего Бы не продать Это мира За 300 динариев И не раздать Нищим Сказал он Это не потому Что заботился О нищих Но потому Что был вор Он имел При себе Денежный ящик И носил Чтобы туда Опускали Иисус уже сказал Оставьте ее Она изберегла Это на день Погребения моего Ибо нищих Всегда имеете С собою А меня не всегда Многие из людей Узнали что он там И пришли не только Для Иисуса Но чтобы видеть И Лазаря Который он воскресил Из мертвых Первосвященники же Положили Убить И Лазаря Представляете Человек пережил Великую Божию благодать Воскрес из мертвых Он стал таким Знаете Евангелистом Который Куда бы ни придет Люди собираются Посмотреть Как же тот человек Который 4 дня Лежал в гробу И вот он теперь живой Но Когда мы читаем Истинные мотивы Первосвященников То оказывается Они завидовали Иисусу То что он делал Потому что он Приобретал больше учеников Библия об этом Говорит И их раздражало Это настолько сильно Смотрите Все кто Имел неправильные мотивы Это их раздражало Иуду раздражало Для чего такая трата Это была огромная Сумма денег Почему это мир Оно было Таким дорогим Почему оно было Драгоценным Потому что мир Невозможно было Знаете Как мы сегодня варим Я не знаю Компот Бросили Того-того-того Вот оно сварилось Настоялось И вот ароматный Вкусный Нет Мир Это определенный рецепт По определенному времени В определенный день Вот сегодня мы бросаем Вот этот Там Тмино А вот это потом мы мяту А вот это потом Вот это добавляем А потом корицу А потом вот это А потом вот это И оно готовится Я образно называю Чтобы потом меня не критиковали Как мир готовится Но Оно Готовилось Длительный процесс И вот Женщина Приготовляла его На два случая в жизни Первое Это погребение Или вернее свадьба Когда женились Или выходили замуж А второе Это как приданное было А второе Это на погребение Это было благовоние Которое было очень дорогим Это знаете Как вот наверное Сегодня В наших домах Я не знаю Что вот такое Что может быть Такой реликвии Для вас Что вот оно такое Знаете Оно такое Ценное Оно такое Вот Наверное Каждая бабушка Имея внучку Скажем так Она Смотрит на нее И думает Ну Вот это Какая-то там Память у нее Я не знаю Там Дедушка Колечко Когда-то ей там Подарил И вот она думает Вот я оставлю Это для внучки Вот я вот это Вот Или там Для дочки Да И вот Вы получаете От бабушки Такое колечко Мои бабушки Раздали все Не нам Детям А нашим внукам Это было интересно Наблюдать Конечно Я-то думал Что мне достанется Когда я был маленький И видел у них Эти колечки Кольца же нельзя Было носить А мама все время Их находила Представляете Идет с работы Раз Что-то ногой пнет Ой что-то полетело Колечко приносит Золотое Сережка золотая Еще что-то золотое И так за жизнь накопилось Знаете Чем дольше живешь Тем больше найдешь И вот Пришло время И вот я помню Моя тетя посадила Моих сыновей И каждому дает Кому цепочку Кому колечко Кому то И я смотрю и думаю Вот интересно Что будут делать Дети с этими колечками Я уверен Что это будет Такое знаете Реликвии Потому что Может быть сегодня Это не так ценно Может быть есть Намного красивее изделия Намного Может быть там Не знаю Камни более Более изысканные Но Это Дорого памятью Потому что Это от самой бабушки Мне пришло Это вот Служишь И потом ты бабушкой станешь И потом еще Это колечко уже там Путешествовать Я не знаю сколько Поколений И вот представляете Вот это было Очень ценным Оно было ценным По деньгам И оно было ценным В гладчах людей То есть Женщина Марфа Приносит Самое дорогое Что есть Выливает На ноги По интернету 20 лет назад Как чтобы люди Что церковь Это дом Мотив И смирно Подарили Еще когда родился Наверное Еще за 33 года Не успел потратить Почему-то Насил Почему-то Это было Знаете почему? Потому что Осадил людей И кормил их И чудеса являл И исцелял их И служил им Потому что он так верил Он так жил Я хочу Чтобы мы были Церковью Которая будем Служить людям Первое Я хочу Чтобы духовная пища Была Всегда Здесь За духовным столом И чтобы мы Могли послужить Всегда нуждающимся Если надо Физически Амин церковь Второе Я хочу сказать Я хотел бы Чтобы мы Всегда были Людьми Которые Можем принимать Божьих людей Еще в советское время Я уже рассказывал Об этом Скажу В наших церквях Была традиция Что Мы не собирали Пожертвования Для проповедников Но мы всегда Их размещали И всегда Оплачивали им Дорогу Мы всегда Это делали Это были Наши принципы Сегодня мы Стараемся Даже поучаствовать В каких-то нуждах Мы благословляем Этих людей И это хорошо Почему? Потому что Принимающий пророка Получает что? Награду пророка Принимающий Человека Божьего Получает что? Награду Человека Божьего Представляете Мы придем Придлецом Господнем И Господь скажет Ты заботился О моих Слугах Ты заботился О моих Детях Ты заботился О нуждающихся Моих Ты заботился О сироте Которой нуждался Ты помог Вдове Которая была О которой я хотел Позаботиться Знаете Куда бы я ни приехал К братьям На севера Я первым делом Привожу с собой сало Не для того Чтобы кушать А знаете Для чего? Беру бутылку Пятилитровую Разрезаю в ней дырку На веревочке Вешаю сало Знаете почему? Синичек Жалко Хочу чтобы Их Кормили А братья Как-то местные Не сильно на это Обращают внимание А я обращаю Знаете почему? Потому что я помню Свои первые зимы Как я мерз здесь И как я кушать хотел Я был вечно голодный И вечно холодный У меня ни денег Ни на одежду не было Ни денег на пропитание не было Даже когда деньги были На пропитание Питания не было В магазинах Вы помните это время? А тогда было все по прописке А у меня прописки не было Поэтому я В два часа ночи шел Купить булку хлеба Просто поесть хлеба вдоволь Потому что Хлеба даже днем не было В магазинах И я сейчас приезжаю И говорю Господь заботится О птицах небесных Раз он заботится Господь Синички рядом с нами Не умрут И они по три штуки Прилетают потом Почему? Сердце Когда оно открыто давать То ты и о птичках подумаешь Ты и о людях подумаешь Ты и о родных подумаешь И о чужих подумаешь Это состояние сердца Аминь Поэтому Мы должны Откликаться Для того чтобы Участвовать в нуждах служителей Апостол Павел Пишет в посланиях Не делайте когда я приду Чтобы это было как побор А соберите до того Как я приду То есть Соберите в доме Божьем Чтобы было когда я приду Вы могли принять участие в нуждах Или я послаю к вам того и того Послужите ему Вот мы будем это делать Дорогие Как кто-то написал Ой много говорят о деньгах Я не говорю много о деньгах Но я хочу сказать Поделиться моим сердцем Что мы как церковь должны делать Давайте заботиться У нас в области много пасторов В таких местах служат Что если бы вы приехали бы туда Вы бы обняли этого пастора И плакали вместе с ним Я смотрю на некоторых из них Они могли бы вообще жить В других условиях Они могли бы жить В других странах даже Если вы поедете в поселок Каспашный Если вы поедете в поселок Кизил Если вы посмотрите Как там люди живут Вы просто будете Ну идти просто и плакать Я во время поста Съездил в поселок Юбилейный Встретился там с бабушкой 83 года Я стою с ней Разговариваю Можно за вас помолюсь? Можно Говорю с ней Она мне рассказывает Как был поселок Как было все тут весело Как все было хорошо Разруха Дома разрушены Все пусто В доме три квартиры Люди живут Остальные квартиры пустые И там служат братья наши Где нету работы Где нету никаких возможностей Они растят там маленьких детей своих Я смотрю и думаю Это герои Нам нужно поддерживать их руки Нам нужно поддерживать их руки И для нас это привилегия Потому что помогая им Мы собираем себе сокровища на небесах Аминь Чтобы мы не переставали открывать церкви Знаете Когда-то Бог за три тысячи километров Взял человека Не одного А четверых И привез их в этот город Чтобы Послужить вам Сегодня пришло наше время Смотреть на те города и поселки Где мы будем откликаться Чтобы послужить им Не важно какие это города Москва Санкт-Петербург Или это какой-нибудь поселочек Или деревня Где-нибудь в глубинке Не важно Где есть люди Там должно быть место спасения Для этих людей Аминь Это должно быть наше ДНК Это то Как родилась эта церковь Она родилась не от красивой жизни Не от избытка Не от того Что люди не знали чем заняться А от великой нужды в Боге Что людям нужно было спасение И Бог привел людей Которые полагали свою жизнь Чтобы насаждать Слово Божье И распространять пределы Я хотел бы Чтобы это делали и наши дети И наши внуки И наши правнуки Пока Господь не придет Чтобы мы расширяли Царство Божье на этой земле Проповедуя Божье Слово Аминь церковь Поэтому Никогда не останемся это делать И будем для этого Собирать Чтобы мы никогда Не закрыли свое сердце Для сироты и вдовы Наверное мы не говорим Об этом много Но каждую неделю Наши братья и сестры Каждую неделю Они ездят Детям Которые проходят Через сложные жизненные обстоятельства Это приюты Это детские дома И они это делают И мы с вами Являемся частью Этого служения Чтобы поддерживать Это дело И участвовать В этом деле И я считаю Это благословение Для нас Потому когда мы Жертвуем Свои средства Мы должны понимать Что эти средства Идут для сироты Они идут Для вдовы Они идут Для тех Обездольных Которые сегодня плачут И не знают Как им Кто им поможет Мы многие годы Поддерживали И до сих пор Поддерживаем Нашу работу В реабилитационных центрах Кто поможет этим От кого отвернулись Родители От кого отвернулись Отвернулось Общество Кто Родители уже Замки поменяли Десять раз Двери поменяли Десять раз Почему Потому что Человек тащит Все с дом Кто им поможет Бог поможет И мы это делаем И мы это делаем Мы не закрываем Своё сердце Перед началом поста Во время прославления Представляете Я вижу картину Я верю Что это было видение Я вижу Что Колония В нашем Пермском крае Тюрьма В одном месте Где я был Это Всесвятское Когда-то В своё время Служил Приезжал туда И я вижу Что человек Выходит из тюрьмы И висит Большой плакат На котором написано Что если ты попал В тяжёлую жизненную ситуацию Обращайся Мы поможем тебе С Богом Всё возможно И там наш телефон Церковный Нашего фонда Я во время прославления Думаю Господь По каким-то причинам Перестали в некоторые Колонии пускать Но люди же там сидят Некоторые годами Они выходят В другой реальности Они потерянные Они не знают Что делать А мы напишем Обращайся Мы послужим тебе Мы поможем тебе Эти люди Смогут После может быть Тяжелейших испытаний В жизни Пройти в дом Господен И изменить Свою судьбу Навсегда Разве нам Тяжело Это сделать Разве мы Пренебрежем Этими людьми Чтобы они снова Сели в тюрьму Некоторые из них Они выходят Они идут Делать преступление Не потому что Они такие преступники Потому что Они не знают Как жить Они не знают Куда идти Они не знают Что делать Они находятся В такой ситуации Когда им легче Пойти где-то Разбить стекло Или на кого-то Напасть Чтобы их снова Посадили Потому что Там у них уже Дом родной Там они уже Все понимают Там они уже Все знают Но это не их судьба Не твоя судьба Чтобы ты сгнил В этой тюрьме Судьба от Господа Чтобы ты провел Вечность с Богом На небесах Приготовив себя Для вечности Я представляю Перед началом поста Вижу эту картину Думаю Надо с братьями Поделиться И обязательно Это сделать Напротив каждой колонии В нашем крае Поставить такой плакат И пригласить И этот парень Который освободился С тюрьмы Будет идти на автовокзал Или на железнодорожный вокзал Посмотрит на этот плакат А он только с тюрьмы вышел Он читает все плакаты Это не мы с вами Которые ничего уже не видим Они читают все И мы откроем возможность Чтобы они проводили Вечность с Богом На небесах Аминь церковь Нам нужны Ориентиры Мы часто говорим На служениях О даянии Не потому что Это центром Стало наше внимание Мы представляем себя Для вечности Для вечности Но мы напоминанием Возбуждаем здравый смысл И нам нужно это делать Если вы не будете Разговаривать с вашими детьми О каких-то ценностях Их межи Знаете, как берега Которые размоются Безбрежное христианство Оно опасное Оно начинает позволять себе Что-то лишнее Оно начинает Уходить в какие-то стороны Вот наши межи Это в том Чтобы понимать Для чего мы живем Что мы живем Для того, чтобы принимать Участие в деле Божьем И мы служим Мы призываем всех служить Кто-то служит Ашером Кто-то служит детским служителям Кто-то в хоре поет Кто-то талантливый музыкант Кто-то служит в слове Кто-то служит Тем, что может развозить Какие-то продукты Кто-то служит тем, чтобы Просто доставлять это До детей Или до вдовы А кто-то Служит своим даянием И это Бог тоже оценит Ты просто принимаешь Участие Чтобы На жертвеннике Всегда был огонь Чтобы на жертвеннике Всегда В Доме Господнем Всегда была пища И это тоже часть Неотемлемой нашей жизни И мы Сами принимаем В этом участие И мы вдохновляем Других это делать Поэтому мы как церковь Не перестанем Ставить эти межи Чтобы делать дело Божие Аминь церковь И последнее Чтобы мы были церковью Которая на сто процентов Увидит Божью славу Моя мечта Что когда мы будем приходить В поклонении К Богу В даянии к Богу В молитве к Богу В служении Чтобы люди Со всего края Привозили больных Несвободных Измученных Высших с тюрем Отвергнутых Обществом Неважно Чтобы мы Служили им Настолько Качественно Что их жизнь И их судьба Изменялась И моя мечта Чтобы Бог исцелял Всех Как было В Новом Завете И приносили И Бог Исцелял Всех Вот Что-то За состояние Церкви Что-то За состояние Церкви Объясните мне С радостью Висели в сердце Приносили К ногам Апостолам Собирались Молились А люди С округи Везли Больных Изувеченных Искалеченных Ложили И Бог Исцелял Всех Моя мечта Чтобы мы были Церковью Которая Переживет Славу Божьем Чтобы Когда мы молились Чтобы весь город Знал Что мы здесь Молимся Чтобы Когда мы Постились Чтобы Сотрясался Духовный мир Настолько сильно Чтобы всякие Тверды не рушились Всякие Демонические силы Разрушались Всякие Планы Намерения Дьявола Не состоялись В наших жизнях В жизнях Тех За кого мы молимся За кого постимся Моя мечта Чтобы мы были Сильны Духовно Церковью Которая не будет Зациклена на том Чтобы Показать Своё превосходство Над кем-то Или наоборот С кем-то Кому-то Что-то доказывать А быть Церковью Смирённой Пред Богом Моя Мечта Об этом Поэтому Когда я Пастился Я Говорил Людям и себе Что Не ставьте Какие-то Знаете Нужды Вот Господи Я пастю Чтобы вот это Решилось Или то Пастись И молись Чтобы искать Лица Божьего Потому что Когда ты Его найдёшь Когда ты Переживёшь Бога Всё Кругом Изменится Ты никогда Не будешь Прежним Аминь Давайте Мы встанем Я хотел бы Чтоб мы Помолились Наверное Знаете Когда Проходит Пост Наверное Мы испытываем Своё сердце Наверное Бог Каждому Из нас Говорил По-своему У кого-то Бог Обратил Внимание На что-то Где-то Меня вчера Удивил Наш дьякон Анатолий Иванович Белобрайен Когда был Мужской завтрак Он Интересную Вещь Сказал Он Обратился К мужчинам Церкви И сказал Поддержите Меня В молитве Я уже Не молод Поддержите Меня Я молюсь О церкви 600 тысяч В этом городе Я когда услышал Я подумал Господи Какой я Мелкий Человек Я мечтаю Чтобы у нас Было 5000 Или там А это Человек Который Просто Дьякон Рассказывает О своих Отношениях С Богом И он Обращается К братьям Сказал Братья Поддержите Меня В молитве Есть люди Которые имеют Веру Намного Больше Чем Мы Имеем Которые Видят Намного Больше Чем Мы Видим Знаете Когда Это когда Ты уже Не молод И когда Ты Имеешь Цельность Отношений С Богом У тебя Другие Мечты У тебя Другие Молитвы Когда ты Молод Ты бежишь Куда-то Ты на ходу Молишься Ты Ты Забываешь Заднее Простираешься Вперед Не сделав Ничего Ни сзади Ни спереди Знаете Гребешь Под себя Не знаешь Что А когда Приходит Возраст Такой Когда Ты Передавляешь Для Вечности Вот Он Вчера Сидел И Он Знаете Как Высвобождал Какое-то Послание Для Молодых Своей Ценности Отношений С Богом Я Был Просто Настолько Удивлен Думаю Надо же Как Есть Люди В Доме Божьем Которые Мыслят Намного Глобальнее Чем Я Мыслю Намного Больше Он Не говорил Это С каким-то Пафосом С какими-то Шутками Знаете С какими-то Там Это не была шутка Это то что у него Сердце вышло Я думаю Надо же Вот он видит Этот город И он видит Почти каждого Спасенного В этом городе Его мечта Его молитва Он говорит Поддержите меня В молитве Я посмотрел На него Думал Господи Я его буду поддерживать В этой молитве Как Тодорил Верю Помоги Моему не верю Знаете Вот я посмотрел На него Думаю У него Намного Больше Сердца Чем У меня Вот я Вот эти Шестьсот Тысяч Местить даже Не могу В свою Голову Не то что В сердце А вот он Молится Представьте Вот Сколько людей Насколько людей Он высвобождает Божью благодать Чтобы эти люди Спаслись Они еще Не знают Бога А представьте Когда церковь Станет Той церковью Которая будет Как Первоапостольская Церковь В радости В веселье Сердца В смирении Их арестовывают Написано Там Когда они Молились И Воскрешали И исцеляли И все Их там арестовали В темницу посадили Завтра будем судить Бог пришел Ангелы Темница открылась Они снова вышли Пошли дальше Проповедуют Войны приходят Темница закрытая Все кругом закрыто Все опечатано Смотрят Их нету Как нету Все недоумевают Как они вышли Что произошло Бог Вот просто Бог Представьте Люди ходили с Богом Они открывали двери Которые были закрыты Они проходили Через пути Где дороги Вообще не было Бог прокладывал Это все Бог утверждал Свое царство И там Стопроцентное Спасение Стопроцентное Будет намного Будет намного Чем первое Бога будет Намного Больше Представляете Мы поколение Приготовляющее Господа Грядущего Славе Мы увидим Больше Божьей славы Господи Как достичь Этого Мы хотим Этого Я хочу Этого Я хотел Чтобы каждый Из нас Жаждал Этого Хотел Этого Потому что Бог Это Сделать Если мы будем Ревновать И просить Бога об этом Я не понимаю Как можно Ревновать О гостеприимстве Представляете То есть Прихол человек И говорит Мы говорим Если вы приехали С другого города И Вам негде Остановиться И у нас Десять человек Подпрыгивают Ко мне Брат давай А сестра Нет нет Вы у меня Остановитесь А Брат говорит Ну Я Брата славы Переночую И вы такие Десять человек Расстроенные Что К вам Не поехали Ну Надо же Вот это Ревновать Представляете Хотеть Принимать Людей В дома Свои А мы Многие Забаррикадировались Уже В домах Своих Мы Многие Стали так Хорошо жить Что Не дай бог Кто-то Придет И ногтями Нам паркет Поцарапает Понимаете Когда мы Жили в комнатах В коммуналках Мы Дверь Навсе Замков Нету Кто хочет Приходит Кто хочет Уходит А тут Хорошо Стали Жить И мы Экономить Начали У нас Ипотека У нас Дорогой Ковролин У нас Прошлый раз Гости Были Знаете И Вилку Не досчитались А мы Ее Не где-нибудь А в самой Икеи Купили И как-то Знаете А Бог Ревнуйте Об этом Представляете То есть Хотите Этого Прям Ждите Этого Это же Какое Надо сердце Иметь А Бог Работай С нами Работай С нами Мы еще Сырые Аминь Я за себя Говорю Я не говорю За кого-то Мы еще На пути Боже Мы хотим Быть такими Как Ты Нас Хочешь Видеть Сейчас Мы будем Молиться Вы меня Простите Что-то не Была Какая-то Такая Глубокая Доктринальная Проповедь Это было То Что Есть Это Ночью Было В моем Сердце Что Если Однажды Бог Заберет Меня Возьмите Эту проповедь И просто Что бы он хотел Чтобы осталось После него Вот я такую Церковь хочу Увидеть Чтобы осталось После нас С вами Чтобы она Была Той церковью Которая Будет Служить Еще многим И многим Во имя Иисуса Христа Отец Сместный Мы приходим Тебе Мы преклоняемся Пре Тобой Потому что Ты Бог Наш Я благодарю Тебя Господь За каждого Господь Кто открывает Своё сердце Чтобы принимать Я благодарю Тебя Господь За каждого Кто Открывает Своё сердце Чтобы изменяться Я благодарю Тебя Господь За каждого Для кого Церковь Остаётся Быть ценностью Чтобы приходить И искать Лица Твоего Боже Я молюсь Чтобы Никакие Не были размыты Межи В нашей жизни Чтобы мы не потеряли Ценности Церкви Господь Чтобы мы не потеряли Ценности Друг друга Господь Чтобы мы не потеряли Господь Ценности Царства Твоего Господь Которое Ты Вкладываешь Нас Я молюсь Господь Чтобы Ты Боже Блазовил Господь каждого из нас, Господь, ходить Твоими путями. Я молюсь, Господь, чтобы всегда в нашем сердце было желание служить другим, Господь. Чтобы мы были примером в даянии, в любви, в искренности. Чтобы мы, Господь, не были как тот священник, который торопился на служение, или левит, который был слишком занят. А чтобы мы были как тот добрый самирянин, который находил время преклонять свои колени, перевязывать раны, привозить в Дом милосердия, и еще покрывать расходы, и быть открытым, поддерживать дело Твое. Служение милосердия многим людям. Я говорю тебе, Господь, за всех даятелей, которые поддерживали все годы церковь, и да будет, Господь, Твое великое воздаяние в жизни каждого во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, благословил Господь нас и приготовил для великого пробуждения. Боже, я молюсь, чтобы Ты обрезал нас, очищал нас и освящал нас, делая нас сильными в Тебе. Я благословляю, Господь, эту святыню, Господь, и молюсь, чтобы каждый, кто будет кушать от хлеба Твоего, чтобы имел жизнь, имел исцеление. Я благословляю, Господь, за то, что в нашей жизни был пример, Господь всегда, Господь людей, которые давали, поддерживали, открывали свое сердце. Боже, делай нас такими же. Пусть наше сердце никогда не зачерствеет, не каменеет. Мы, глина в руке Твоей, делай нас такими, как Ты хочешь видеть нас во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, также чашу, Господь, и пусть эта чаша станет, Господь, чашей благословения для каждого, кто будет кушать из нее. Мы благословим Тебя, и мы благодарим Тебя, потому что Ты достоин веки веков. Аминь. И сейчас вы можете принять святыню, и да благословит вас Господь. Пожалуйста, братья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И. Субтитры создавал DimaTorzok